Здравствуйте, уважаемые зрители и гости моего канала. Пришла очередная посылка с сайта iHerb. Эта посылка дошла за 20 дней где-то в Украину, с Америки. Сейчас посылки идут подольше, где-то 3 недели в основном в среднем. Сейчас я расскажу, что здесь у меня было в этой посылке. Вот такой взяла в разделе пробников за пробную цену. Один раз можно взять блендер. Я когда-то уже брала блендер именно с логотипом iHerb. В основном я вот этими не пользуюсь, сбивалками. Блендеры люблю использовать вместо термоса. Там можно какие-то напитки переносить с собой, брать. Можно, конечно, там и коктейли взбивать, если пользоваться этим шариком металлическим. Он без БПА, без биосфенола. А очень хорошо, такой пластик как бы более безвредный. Потому что БПА это получается такое очень вредное вещество, которое в пластике, в бутылке, как пластиковых, целлофановых пакетах. Оно попадает в еду и очень вредно влияет на здоровье. Повышает эстрогены и может приводить даже к опухолевым образованиям всевозможным. Поэтому надо желательно переходить. Хорошие блендеры. У него очень такая плотная крышка. Хорошо закрывается. Надеюсь, не будет ничего протекать. Надо с усилием его закрывать. Еще не разработался. И есть вот такой держатель. Этот сейчас по хорошей цене шел. Поэтому я взяла его в разделе пробников. Еще здесь у меня вот такой дезодорант Freedom. Это мне попросили заказать. Уже повторно понравился дезодорант именно для чувствительной кожи. Потому что эти дезодоранты они с содой и могут немножечко какие-то раздражения вызывать. Поэтому надо аккуратно. Особенно после бритья лучше не наносить. Надо через время какое-то его наносить, чтобы не было раздражения. На раздраженную кожу лучше не наносить. Мне нравится из этой марки Freedom зеленого цвета. Он самый эффективный оказался. Потому что я брала и вот такой для чувствительной кожи. И брала еще там с другим ароматом. Но он вообще быстро как-то испортился. Так как эти дезодоранты натуральные. Такой был какой-то как испорченное масло. Такое прогорклое у него аромат. Ну в общем, вот этот себя хорошо тоже проявил. Но мне кажется он слабее, чем зелененький, который там пергамот по-моему как-то там называется. Тапиока. Крахмал здесь. Кокосовое масло. Сода здесь просто не на первом. Не на втором месте. Потом здесь есть еще глина. Воск пчелиный. И масло ши. И все органическое. Больше здесь никаких вредных веществ нет. Ни алюминия. Ни каких-то там консервантов. Поэтому дезодорант очень натуральным составом. И очень действенно. Здесь 56 миллилитров. Он как бы и недорогой. Но в принципе его надолго хватает. На месяца три наверное точно хватит. Может кому-то и на полгода. Смотря кто как расходует его. У меня был шоколад. Три вида. Я в каждую посылку стараюсь ложить. В прошлый раз у меня шоколад растаял. Я видела тоже фото у кого-то. И видимо так как он долго лежит в Турции. Сейчас проверим как он выглядит. А в аэропорту видимо там не соблюдаются. Режим хранения. Потому что с Айхерба все нормально всегда приходило. Вот немножко тоже этот подтаявший. Но в принципе не деформированный сильно. Так вот он. В принципе видно что свежий шоколад. Но в дороге немножко подтаял. Поэтому Айхербы не отправляют летом в жару шоколад. Так с 15 где-то июня по-моему прекратят они отправку с шоколада. И всего быстротающего. Вот этот тоже по-моему деформированный. Такой я еще не заказывала. Вот этот нормальный. А который вот с орехами он вообще как-то не тает. Хорошо доходит. Поэтому если боитесь что поменяет форму. То берите с орехом. Но такой я беру впервые. Это с орехом. Кремовый тоже. С такой же начинкой кремовой внутри. Хороший шоколад Валар. Я его беру потому что он без сахара. Я сахар не употребляю. И он со стевией. Хотя стевию я тоже не очень отдельно так не люблю добавлять напитки. Но здесь она вообще не чувствуется. Поэтому я постоянно заказываю этот шоколад. В небольшом количестве его раз в день бывает кусочек съедаю. Поэтому мне хватает в принципе его надолго. И больше ничего в принципе я сладкого не ем. Поэтому нормально. Шоколад хороший, качественный. Можно заказывать. Это испанская марка. Он есть в наших магазинах. В любой стране можете посмотреть в супермаркете. Возможно у вас тоже он продается. Еще здесь у меня пачка соды поместилась. Только в эту посылку. Я обычно 4 пачки заказываю. Сейчас максимум, который можно заказать, это 4 пачки соды. Сода Фронтьер. Хорошая сода. Написано, что она не облученная сода. Здесь 453 грамма. Она как бы это сода для выпечки. Ну и еще многие ее используют для принятия внутрь. Для защелачивания организма. Хорошая сода, качественная. Еще здесь у меня были БАДы. Попросили это все мне заказать. Я не себе заказываю. Сейчас у меня БАДов пока много. Здесь такой магний. 500 миллиграмм. Он в таблетках. В одной таблетке содержится 500 миллиграмм магния. Она очень хорошая вместимость. Магнийоксид. Магнийтаурат. Цитрат и оротат. Еще здесь есть Л-аргинин 100 миллиграмм. Л-глютамин и 10 миллиграмм актисорб. База биопрен. Черный перец. Каенский. Имбирь. Розмарин экстракт. Куркума экстракт. Здесь очень мало этого. Желательно, конечно, магний принимать 500 миллиграмм. Где-то, чтобы была такая дозировка нормальная дневная. Магний лучше всего принимать на ночь. Потому что у него расслабляющее, успокаивающее действие. Лучше усваивается. Кто как принимает. Но в принципе, одну в день рекомендуется здесь. В разной форме. Многим очень нравится этот магний. Принимается он у кого есть, например, головные боли, проблемы с сосудами. У кого есть метеозависимость, какая-то реакция на погоду. Головные боли какие-то. В принципе, в таком случае лучше магний принимать постоянно. Потому что если есть уже такие проблемы, то это говорит о том, что нехватка магния в организме. И вот поэтому возникают такие проблемы. Если начать принимать магний, то через время проходят и мигрени у кого, и головные боли какие-то регулярные. Еще очень хорошо можно определить, что не хватает магния. Ну не только, конечно, магния. Но, по крайней мере, мне помогало, когда нехватка у меня магния в организме. У меня судороги всегда появлялись в икрах. Если есть какие-то судороги, то тоже это может быть нехватка магния. Поэтому 500 мг в день. Улучшается сон, как бы лучше засыпают люди. Нормализуется давление. У кого особенно гипертония, тоже очень хорошо принимать магний. Там можно еще добавить рутин. Тоже для сосудов, тоже для укрепления сосудов. Так, верцетин можно добавить. Биофланоид тоже для укрепления сосудов. Есть еще, если есть какие-то мигрени, там есть целый комплекс. Конечно, на Айхерб есть разные препараты, сборы. Для профилактики, в принципе, можно магний добавлять. У кого есть какие-то головные боли, у кого-то гормональные тоже головные боли. Тоже может быть из-за нехватки магния. Поэтому хорошая очень добавка. Я в основном стараюсь брать магний, чтобы была в одной капсуле 500 мг. Есть такие варианты. Но чаще всего там поменьше. В последнее время я, конечно, брала магний с кальцием. С коралловым, как бы, тоже меня устраивало. Ну, это попросили заказать. Еще здесь вот такие БАД для женского здоровья. Два индола. Индол-3-карбинол. Тоже хорошая добавка. У кого повышен эстроген. Есть какие-то эстрогенозависимые заболевания любые. Кисты какие-то. Миомы, фибромиомы. Мастопатия. То есть, индол в основном, это такие проблемы со здоровьем. В основном возникают из-за повышенного эстрогена в организме. И вот индол-3-карбинол, производная из брокколи, помогает очень хорошо справиться с выводом вредного эстрогена из организма. Принимается он где-то 200-400 мг в день. До 400 мг больше как бы там смысла нет. Здесь получается в одной капсуле 200 мг индола-3-карбинола. И еще здесь есть 200 мг льняного семени. Ну, хороший индол-3-карбинол. Я беру разные индолы, ДИМ, и беру в сборах. Потому что я стараюсь принимать с какими-то еще там, как кальций и деглюкорат еще желательно добавить. Тоже хорошо выходит, очищает печень. Ну, вот в данном комплекте здесь еще для печени как раз силимарин. Вот молочный чертополох. Это экстракт расторопши здесь. Он тоже как раз вот в комплексе с индолом принимается желательно. Потому что если повышен эстроген, значит печень не справляется с выводом вредного эстрогена из организма. И вот чтобы ей помочь, можно добавить расторопшу. В одной капсуле 175 мг расторопши 80% силимарина, флавоноида. Это тоже экстракт расторопши, который очень хорошо чистит печень. Я принимаю тоже для печени расторопшу. Я бывает в порошке ее принимаю. Просто перемалываю зерна, покупаю зерна. Бывает в капсулах принимаю. Но стараюсь желательно для очищения печени пропивать. Даже постоянно, потому что у нас очень плохая экология в основном сейчас. Даже если какие-то чистые местности все равно может быть повышен фон радиации. Если какие-то заводы, загазованность, то конечно тоже страдает печень. И надо ее поддерживать. Я знаю, что люди, которые работают на заводах, они постоянно принимают расторопшу. Которая в очень тяжелом производстве работает тоже. В данном случае здесь она идет к индол-трикарбинолу для очищения печени и выводу из печени вредных гормонов, эстрогенов, которые вызывают мастопатию, какие-то кисты может быть. И вот как раз нормализуется гормональный фон быстрее и легче. Еще здесь тоже витекс идет, ягоды, экстракт. Тоже хорошая добавка витекс. Витекс принимается не меньше 6 месяцев, чтобы были результаты. Он может немного сбивать цикл, но это его свойство такое. Потом он нормализовывает. Это для женского здоровья идет стандартизированный экстракт. Содержит еще дон-ква. Тоже очень хорошая добавка. Это нечистый получается витекс. Он еще с дон-ква содержит 150 мг. Витекса здесь 300 мг. Я вот сейчас витекс вот такой употребляю уже длительно. Тут у меня жидкие капсулы такие. В капсулах жидкость такая. Он подороже, вот этот идет. Я как-то о нем видела хороший отзыв на английском языке в ютюбе. И пользуюсь сейчас вот таким витексом. Это просто чистый витекс. Здесь никаких больше добавок нет. В двух капсулах здесь 1 грамм. 1000 мг витекс. Еще что-то здесь 3 мг есть. Агнузит какой-то. Он в жидкой форме. Надеюсь, он лучше воспринимается организмом. Но в принципе дозировка здесь побольше. Я и принимаю 2 капсулы его. 1 раз в день. Желательно витекс принимать в первой половине дня. Вырабатывается что-то там в гипофизе. И лучше будет работать тогда витекс. Обычно витекс где-то 500 мг в 1 капсуле. Но вот в этом 300 мг. Но еще донква добавлено. Донква тоже очень хорошая добавка. Женская тоже убирает хорошо опухоли. Такая противоопухолевая, можно сказать. Можете на выбор свой выбирать. Просто вот этот именно экстракт. Он в жидкой форме более такой, как получается. Концентрирование, наверное, сильнее. Но может кому-то и не нужна концентрированная форма. Поэтому рекомендуется 1 капсулу в день принимать. Но это уже надо смотреть за своим организмом. Можно и 2 принимать. Можно и 1. Здесь 90 капсул содержится. Витекс принимают для нормализации цикла. Тоже при каких-то повышенном эстрогене. Гормонозависимых таких эстрогеновых заболеваниях. Женских. Вот он хорошо нормализует цикл. И у многих убирает неприятные какие-то симптомы и проблемы. Такой у меня был обзор сайта iHerb. Посылочки мои номер, по-моему, 2 за апрель месяц. Спасибо за внимание. Спасибо, что смотрите мои видео и подписывайтесь на канал. Спасибо, что используете мой купон на скидку 5%. Спасибо за внимание. Всем здоровья. До свидания.